Субтитры сделал DimaTorzok Вам этот лайк ничего не стоит, а мне безумно приятно. Спасибо вам большое за все проявления поддержки моего развития. Итак, ребят, в этом видео поговорим с вами о уничтожителе. И да, в ближайшее время уничтожитель появится на продаже. Но для начала давайте обсудим саму машину. Настолько ли она хороша, как ее рисуют и действительно ли это имбучая имба. В целом, да, если выходишь в бой против шестерок и семерок, то это просто-таки аннигилятор всего живого, что ему на пути встречается. И да, безусловно, максимальным плюсом данной машины является то, что у нее просто шикарное время перезарядки в 13,8 секунды на своем уровне. Ну и стоит отметить, что три снаряда, которые вы выпускаете через каждые 0,33 секунды, это действительно просто чума, потому что суммарный урон получается 630 единиц. В отношении уровня пробития против себе подобных или уровней ниже, да, безусловно, хватает. Но, ребят, есть и ложка дегтя во всей этой бочке меда. Для меня лично не подходит абсолютно сама история барабана, потому что барабан у вас опустошается сразу на все три снаряда, и, как правило, не все три снаряда попадают в мишень. А значит, ваш потенциальный урон за один барабан не тот, который вы можете увидеть в виде цифр в таблице по данной машине. Если говорить о угле склонения орудия вниз, то здесь минус 8, да, это комфортно, это приятно, для своего уровня плюс-минус обладает броней, но передний бронелист, особенно нижняя его часть, пробивается абсолютно спокойно. В отношении того, что меня еще немножечко смущает, это время сведения данного орудия. После первого же выстрела это сведение увеличивается, и за этот счет уменьшается точность по орудию. Это действительно дискомфортно. Ну а в целом, если приезжаешь куда-нибудь в лоб-в лоб к своим соперникам и встречаешься ноздрёй к ноздре, то, понятное дело, что с короткого расстояния разносишь просто-таки в щепки, и стоит отметить, что вот это вот орудие, которое сразу с тремя стволами, действительно пугает твоего соперника, когда ты встречаешь эту машину на близких расстояниях. Но на дальних расстояниях, давайте будем говорить откровенно, это вполне себе неплохая мишень с не сильно крутой броней, особенно если вы играете на восьмерке, ну и, соответственно, на дальнем расстоянии он сдачи нормально дать не может, потому что, опять-таки, играет не в его пользу косое орудие, которое на средних расстояниях уже начинает показывать себя не сильно хорошо, а на дальних так вообще попасть в кого-то хотя бы двумя снарядами из трёх, это уже везение. Ну да ладно, вот такой вот он уничтожитель, и в чьих-то руках это имба имбучая, кому-то не нравится, у меня этой машины на основе нет, и даже несмотря на то, что я не сильно люблю уничтожителя, потому что не умею контролировать орудие, точнее не то, что не умею, а лишён такой возможности по факту, я бы уничтожителя себе с удовольствием заимел. Ну что, давайте возьмём тачку, поедем посмотрим, на что она способна, ну а потом обсудим вопрос того, когда его ждать и за сколько. Погнали! Ну что ж, друзья, давайте будем начинать, и будем говорить, как обычно, сразу о подвижности. Подвижность на уровне Плинтуса, это факт, это действительно, ну не самая подвижная машина на левеле, да и вообще в игре, но в целом передвигаться достаточно, уже большое спасибо, что хотя бы могу куда-то доехать. Стоит также отметить, что у уничтожителя ни в коем случае не стоит играть соло сразу в начале боя, потому что на время перезарядки магазина данному товарищу, как бы крут он не был, а всё-таки нужна поддержка союзников, нужен кто-то, кто будет сдерживать одного или нескольких соперников на период времени, пока вы перезаряжаете свой барабан. Стоит также отметить, что на данной машине сразу надо ехать в бой, сразу необходимо максимально сближаться со своими соперниками, потому что, как я уже сказал, на средних, а уж тем более на дальних расстояниях орудия абсолютно не блещет и не является угрозой ни для кого. Я вот, допустим, видя где-то вдалеке или на среднем расстоянии соперника в лице уничтожителя, понимаю, что из трёх снарядов, которые у него есть в магазине, максимум в меня долетит один на 200 единиц, и понятное дело, что если ваш урон составляет 300-350 единиц за выстрел, то размен однозначно в вашу пользу. Ну а если вы тоже обладатель барабана, но того, который вы можете контролировать, то есть не вы решаете, нажав на клавишу, а уже сам танк решает, куда снаряды полетят и сколько штук, а как раз вы полностью отвечаете за этот барабан, как, допустим, в случае с могильщиками или с той же самой лесной ведьмой, то здесь все карты, как говорится, у вас в руках. Вы можете уничтожителя отбрасывать по одному снаряду, периодически подводя прицел именно туда, куда надо, ну и, соответственно, вы однозначно его разберёте. Но если вы всё-таки встретили уничтожителя, так сказать, лицом к лицу, уперлись с него лоб в лоб, то понятное дело, что противопоставить уничтожителю что-то действительно очень сложно. Машина легендарная, и в первую очередь легендарная, потому что разработчики не давали возможности доступа к этой машине, по крайней мере, прямого. Я не помню уничтожителя на продаже. Вот сейчас, смотрите, на таком расстоянии три снаряда, и из них только два прилетает, а один всё-таки уходит в молоко. И это ещё хорошо, это ещё нормально на таком расстоянии, и плюс к тому использовал голдовое для того, чтобы можно было с большей вероятностью пробить данную машину. Короче говоря, легендарной данную тачку сделали, в принципе, сами разработчики. Ну, во-первых, они действительно наделили машину просто умопомрачительными ТТХ по орудию. Ну вот опять, третий снаряд уходит выше Франкенштанка. Так вот, в продолжении разговора сами разработчики сделали данную машину легендарной, во-первых, наделив её, как я уже сказал, действительно крутыми показателями по орудию, это факт. Ну, а второе, то, что не давали доступа к этой машине, чем воспитали в самих игроках ощущение уникальности данной тачки. Нет, она, конечно, уникальна, но чтобы сказать, что прям совсем действительно имба-имбовая, ну, я бы её так не назвал. Довольно часто уничтожители выходят с не очень хорошими результатами по бою, но в целом машина показывает себя действительно неплохо. Стоит также отметить, что наличие у вас этой машины не ведёт вас абсолютно к тому, что вы будете прям победителем во всех катках. Не всё зависит только от вас и, как видите, в этом бою зарешала команда. Я бы мог выбросить данное видео и показать вам очень красивый победный бой, где я накосил, не знаю, там, три с половиной, четыре тысячи единиц урона, но это было бы нечестно с моей стороны и я всегда показываю танки такими, какими они действительно есть. Вопрос не в том, хорош ли уничтожитель, вопрос в том, что он уникален и именно поэтому многие его и хотят. 1960 единиц урона и да, действительно, на уничтожителе можно сделать результаты гораздо круче. В данном бою получилось именно так, проехав через весь город я не встретил там ни одного соперника, с которым можно было бы нормально поразмениваться барабан против цикличного орудия. Но при этом всём я всё равно занимаю первое место в своей команде по урону. Обязательно похвалю нашего Крушака, потому что он сделал очень крутой результат по сравнению с другими союзниками, но и обязательно похвалю наших ребят из противоположной команды. Составили очень крутую кампанию в этом бою, да, мы проиграли, но бой был-то всё-таки качественным, но и они действительно молодцы, они эту победу действительно заслужили. Стоит также отметить, что в основном баланс работает так, что если вы заходите на уничтожителя, то против вас в команде тоже будет уничтожитель, и это всегда так было. Но за последнее время я обратил внимание, что уничтожитель порой заходит в бой самостоятельно, то бишь, либо действительно не работает как-то правильно в этом отношении балансер, либо это ограничение частично разработчикам было снято. Ну, не так уж и много уничтожителей, чтобы по несколько минут ожидать захода в бой на нём. Если вы являетесь владельцем уничтожителя, напишите своё мнение по поводу машины, по поводу входа в бой, сколько времени это занимает, и как часто вы в последнее время встречаете в союзной команде, простите, в команде соперников ещё один уничтожитель, или не встречаете его там. Ну, а теперь самое главное, когда можно будет получить данный танк, и когда к нему будет предоставлен доступ. Разведка канала Вот ГСН работает везде и повсюду, и задав вопрос Артуру Нонейм, один из наших разведчиков получил вот такой вот ответ. В этом ответе Артур не то чтобы намекает, но по факту между строк прямо говорит, что в августе месяце уничтожитель появится всё-таки на продаже, но, скорее всего, как я понимаю, он появится за реальные деньги, сколько он будет стоить, понятное дело, неизвестно, но я думаю, что явно не дёшево. В любом случае, если вы донатите в игру и планировали донатить в ближайшее время, эту сумму до августа месяца, когда появится уничтожитель и, возможно, эти деньги вам понадобятся именно на данную машину. Мне же остаётся только мечтать о данной тачке на своём основном аккаунте, но рад, что хотя бы на пресс-аккаунте периодически могу на ней заехать. Пошёл снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова